Спасибо за игру Grand Hedgehog. Ну, тут ожидаем появления Ежа. С моей стороны, что ли, Ежа играть? Ладно, давайте Конь Ф3 попробуем, что соперник сыграет, Ежа или нет. Такой заманчивый очень Ник. Ну, это С4 попробуем. Если он хочет Ежа, то С5 должен сыграть. А, вот так он хочет. А, я понял, как он. Он С5 выставляет, да? Нет, не хочет Ежа. Коня на Е7 не надо ставить. А, ну это не Hedgehog, это же уйтелка, да? Это же совершенно не Hedgehog. Есть Hedgehog, есть Groundhog, да? Какие еще хоги есть? Так, ладно. Но это не Ежа, это уйтелка. Был такой шахматист Максель Миллиан уйтелки. По-моему, он был словацким мастером, не помню точно, мастером спорта. И он разработал вот такую вот штуку, которую черные сейчас выставляют. Ладно. Так, вы можете меня забанить, но что вы делаете, это самоутверждение. Равносильно я выйду играть в футбол с пятилетним ребенком. Ну, я, ребята, я же не виноват, что у меня в основном соперники такого рейтинга, который меня смотрит. Я играл и с сильными шахматистами, но это в рамках отдельного матча. смотрите, то... Я просто беседую с вами и, соответственно, играю с людьми. То есть, может он у меня выиграть, выиграет. Кто будет? Там 2 500 будет. Будут 2 500 играть. Просто кто смотрит, с тем и играет. Тут такое дело. Тут формат заранее установлен. Так. Так. Не ругайтесь, не ругайтесь. Да, 2 400 действительно не настоящий рейтинг. 2 400, если бы я играл, то у меня тут был бы рейтинг 2 600, наверное бы. Так. Сейчас посмотрим. Так. Ага. Да, 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 да. Сам издат. Ну да. Обучающие компьютерные программы по дебютам. По дебютам компьютерные программы. Ну да, CityArt, по-моему, было там у них. И было что-то, было. Но вот я точно не сильно в курсе этого дела. Поищите CityArt. Вот именно так. А существуют шахматные библиотеки, магазины. Ну, ЧСМ, по-моему. ЧСМ. Это Мурат Аваназаров. Шахматы. Русский шахматный дом. По-моему, так, да? Ну, ладно, давайте так поставим. По центру поставим. Шварц Штейт Гуд. Все, я понял. Их Либервайз. Без понятия. Так. Я хочу вам посоветовать книгу Пожарский. Ну, да, хорошая книга. Вот у нас в украинском формате есть книга не Пожарского, а Добринецкого. Очень даже неплохая серия книг. Когда был ажиотаж вокруг Альфа-Зера, Шипот сделал обзор, говорил, что хорошо бы получить шахматистам этот движок. Ну, понимаете, если какой-то движок обыграл лучший движок своего времени, то понятно желание шахматистов получить этот движок, который обыграл лучший. Чтобы лучше подготовиться. Так. Сейчас уровень игры шахматных программ около 3 500. Не находите нелепо, что до сих пор разбираю партии. Садайтесь на партии людей. Среди нам на тысячу меньше. Ну, а что? Мне тогда брать базу партий? Базу партий по... То есть, партий компьютеров, что ли? Ну, мы как бы в своем кругу, да, белковых шахматистов. Старые книги паркнут плесенью. Ну, смотря, как их содержать. А на русском есть литература по Бёрду. Не знаю. По-моему, нет. Что вы скажете про Дублю? Калиф на час? Не знаю. Может, просто сильно в Блиц играет. Кто его знает? Посмотрим. То есть, если он в классике не будет нормально себя показывать, то что ж... Тогда, наверное, так. Как я ни старался, книги в интернете не нашел ни за деньги. Не сложно вам кинуть ссылку. Святослав Балеста. Плохо вы искали. Я вам так скажу. Я даже, когда шахматами не занимался, как основным видом деятельности, я сразу нашел, где их искать, эти книги. У меня вот такие круглые глаза были где-то целый месяц. Когда я нашел Авербаха, за которым я гонялся уже давно, в электронном виде. Это было что-то. Это надо было видеть. Ну, потом как-то я успокоился. Понял, что можно скачать всё. Да, ну... Напишите мне ВКонтакте. Мы, по-моему, с вами там общаемся. Павел Кудрявцев. Привет из Торонто. Привет. Так. Как установить настроечный скиллер правильно? Брат сильнее меня играет. Хочу его обыграть. Ай, советы... Как там? Бестолковые советы, да? Так. Товарищи скилл. Так. А донаты были? По-моему, что-то было из доната. Я извиняюсь, что я забыл. Да, был донат. Спасибо за игру будущего чемпиона мира. Удачи в игре. Спасибо за стрим. Шахматы лучшей игрой в мире. Спасибо. Денис Нью. То есть... Нью-Йорк, наверное. Ну, вот, может, и из Нью-Йорка. Кто-то смотрит, не знаю. Если из Торонто смотрят, то, может, смотрят из Нью-Йорка. Да, вот так слоном, а потом конем. Да, наверное, это лучший вариант. Ну, вот, видите, пытается как-то соперник немножечко здесь посопротивляться. А у меня времени мало. У-у-у, посмотрите. А у меня времени вообще нет. Нет у меня времени совершенно. А он назад убежал. А у меня нет времени. Так, забрал. А куда дальше? Конь Е4, конь Ф3. Ну, как-то надо пробиваться, да, в люди туда. На Ф7. Ну, на Ф7 надо в люди пробиваться. А если он заберет, то я туда... Ну, королем, наверное, буду бить, чтобы не отвлекаться. Ну, на Ф7 как? Если ладья Аш7, то... А, ух ты! Кардинально решают проблему. И пробиться вроде бы можно, но что там делать? Побег короля. Да, это тоже интересная тема для видео. Есть партия... Диэс Дель Кораль Петрося. Отличная партия. Есть партия Немцовича на эту тему. То есть, побег короля это очень интересная тема. Как раз с точки зрения стратегии. Так, пошли вперед. Ну, вскрывать линии же надо, там король где-то. Где же там король наш? Пошли вскрывать. И ладья С1. Так. А вот так заберу. А вот так вилка. И вот так вот напал на Ферзя, поэтому надо брать там. А потом вот тут забрал. И куда, 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 куда? А вот сюда. И опа. Ну, тут уже, наверное, я... Сам Михаил Таль, да? Ну, как там дальше? Шах. Шах. Ладью еще. Чтобы не обидно было ладье. А то простояло и мат ладью. Вот такая вот партия интересная. Ну, видите, уйтелки не удержался. Все-таки разрушил я эту всю структуру. Получилось интересно. 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 Интересно.